Почас пякотного надворья на усих пляжах региона узмоцненный контроль. Почас чергового рейда, супрацовники Освода, Управление внутренних справ и МНС наведали стихийные пляжи у Гомели. Наши корреспонденты доведались, какой небезпец и подвергают себе отпочивающие. Для одних пякучая солнца на годы отпочить на пляжи, для инших мобилизовать силы и подвоить намаганию боротьбе за безопасность. Городжане вы решили скоррестаться редкими спякотными днями по максимуме. При этом многие не на официальных пляжах и порушающие правила безопасности. Вот вы на сегодняшний день нарушаете закон. Вы подвергаете свою жизнь и жизнь своего, я так понимаю, племянника или брата. Нет, это мой брат. И жизнь вашего брата – опасность. Любой из вас вот здесь может утонуть. Причем утонуть реально. Спякотный пире для воротовальника Гомельской областной организации Освод – один из самых напруженных у сезонья. Только у Гомеля под их контролем знаходятся девять оховаемых и десятки стихийных пляжов. До кожного воротовальника не приставишь. Техники хопаек обтримать на контроле усе легальные места от Пашинку. У остальных выпадках проводятся рейды, по шассеяких порушальники могут отримать штрафу по мере трех базовых величин. На первый взгляд мера жесткая, але она продиктована статистикой. С начала этого года уже было спасено 14 человек, из них 5 несовершеннолетних. Также предупреждено несчастных случаев около 2000, из них 500 несовершеннолетние. И по оперативной информации утонуло с начала года 19 человек. Это при купании, особенно увеличилось в последнее время, а также при падении в воду по различным причинам. Или человек находился в состоянии алкогольного пьянения, или же это был приступ болезни. Варто отзначит, что все выпадки гибели людей на воде отбылись у неустановленных для купания местах. Специалисты находили отпочивающим о правилах, які часом могут выротовать житё. Например, заходить в воду треба поступово, как привыкнуть до перепаду температур. Ни неразь мостов и ни призначенных для этого конструкций. Ни наближаться до лодок и звертать увагу на поводины инших купальщиков. Магчима, кому не вузих, потребна допомога. Туда, на пляж. На пляж. Потому что здесь местами глубоко можно попасть в яму или там упасть. И нам в школе объясняли, что в таких водоёмах, там, где такая территория, то нельзя купаться. Можно заплыть куда-нибудь и вдруг все дорога. Потому что никого не будет рядом. До речи, больше из-за уваг по час рейду отримали неполнолетние, які пришли до водоёма без дорослых. Про такие выпадки специалисты поведомляють батькам и керовництву школы. Застается сподзяваться на самосвядомость насельництва. Без яйени, які намагання не дадуть вынікув. Нажальники, которые отпоживаючие, негативно однеслися до проверки. И протягнули своё купание у небеспечных местах. Ганна Корольчук, Настасья Кучинская, Михаил Рабко, телерадоя компания «Гомель».